Если кто-то помнит старый советский фильм, все украдено до нас. Уже все придумано до нас, все написано. Просто каждый новый, скажем так, продвигатель, тренер, коуч, там, не важно, он по-своему эту информацию подает. И кому-то эта информация заходит лучше. Если вам кто-то не нравится, то кому-то этот человек очень сильно нравится, и он его понимает. Если кому-то нравлюсь я, то есть очень много людей, которым я не нравлюсь. Зачем вам кто эти люди? Я на них расту, между прочим, они мне очень нужны. Я очень люблю тех людей, которым я не нравлюсь, потому что моя работа заключается в том, чтобы искать форму подачи, чтобы она была максимально понятна большинству людей. Вот, как бы вам сказать, то, какие мы есть, нас понимает очень мало людей. Вот, давайте, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Если кто-то из вас когда-нибудь решит заняться ресторанным бизнесом, нельзя будет делать ресторан под себя. Вот, чтобы он вам нравился. Ну, или гостиничный бизнес. Вот вы сделаете номера, чтобы они вам нравятся. Я уверяю вас, вы вылетите в трубу. Потому что то, что будет нравиться вам, будет нравиться меньше, чем одному проценту людей. Поэтому публичный бизнес, он очень специфический. И нравится кому-то, не нравится. Терпимая красавица. В общем, короче говоря, это неправильная концепция. Когда говорят там, вот, мне Луконин заходит, 95% людей не заходит, судя по их результатам, не зашло. Поэтому чудес не ждите, хорошо? Вот. Какой интересный звук с утра у нас. Я же прямо забудился. Итак. Смотрите. Я сегодня должен с вами поговорить о лидерстве. Это для меня очень важная тема. Объясню почему чуть позже. Вот. Ну, я хотел бы начать. Мне нужно разговориться. Как вы понимаете. Я хотел бы начать со вчерашнего очередного прецедента. Меня ловит в колуарах. Человек говорит, вы знаете, школа мне понравилась. Я ничего не понял, что делать надо. Почему никто не говорит, что делать надо? Кто с этим сталкивался? Да. Вот. Я тоже с этим сталкивался, когда начинал. Я был на событии. Мне все нравилось. Я выходил, но понимания, что делать надо, у меня вообще никакого не было. И, в общем-то, из компании в компанию. Для меня Корл – это уже пятая компания. Правда, я в ней задержался. Нет, как правильно сказать задержался. 18 лет будет осень. Не в плане того, что пора уходить. А в плане того, что раз я ухожу, это очень сильно нравится. Вот. И я очень переживал. У меня был рекорд пребывания в сетевой компании. Три с половиной года максимальный срок. И когда в Корале приближалось три с половиной года, я прям переживал, прям серьезно. Прям, знаете, типа, неужели я буду больше, чем три с половиной года в одной компании? Прошло четыре года. Переживаю. Там пять лет. И были разные моменты. И я, как я сейчас говорю, ребят, я смотрю на рынок, и одно из правил для предпринимателя – знать конкурентов. Запишите, кстати, сказать. Если хотите что-то начать понимать, начните общаться с нашими братьями из других сетевых компаний. Чтобы понять русский язык, надо уехать за границу и выучить чужой язык. Вы лучше начнете понимать русский. Уедете из России. Лучше России начнете понимать. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Так вот. Одно из правил очень важных для любого предпринимателя – знать конкурентов. Я абсолютно уверен, что наше руководство изучает то, что делают наши собратья по цеху других сетевых компаний. И это им очень помогает выдерживать свой курс и понимать, собственно говоря, куда мы идем, как мы туда двигаемся и так далее. Это очень важный момент. Реально. Мне он очень много чего позволил понять. Возвращаясь к тому, что не ясно, что нужно делать. У меня было все то же самое в разных компаниях. Ни в одной компании на событиях не говорят, что надо делать. Если вам на событиях говорят, что нужно делать, и честно, это плохое событие, это не то событие. У события своя роль. Вообще, у событий своя роль, потому что это цепочка разных событий. Когда мне говорят, что надо работать с событием или с событиями, я всегда... Вы можете рассказать мне цепочку событий, связь одних событий с другими событиями. Событиями, куда могут попасть все, событиями, куда могут попасть не все. По каким критериям не все? Личный объем, групповой, по каким критериям попадания в люди? И для меня очень ценно то, что вы сейчас здесь, почему у вас, если говорить профессиональным языком, это называется квалификационное сетевое событие. Почему вы попали сюда? Потому что за вами мы объемы, за вами люди. И мы подходим к интересной истории. Возвращаясь, как я решал вопросы, когда я не знал, что нужно делать после события. У события, в принципе, роль, ну поскольку я был в спортивной школе, учился там потом в интернате, то для меня понятно, это отборочный. Это просто отборочный. Кого дальше подвигать? Кого держать? Как говорит Олечка, не очень понимает, что такое держать в голове. Что такое держать в голове? Попасть в полу. Вот я утром просыпаюсь. Вот. Подумать сразу о бизнесе мне не позволяет. Выпитая вечером вода. Но когда я возвращаюсь мысленно к бизнесу, я его воспринимаю не через деньги, а через людей. Через каких людей мы воспринимаем? Есть очень много людей, которые говорят, у меня с этим проблема, у меня с этим проблема, у меня с этим проблема. У меня с этим не получается, мне нужно вот этого подписать, нужно этого додавить, этого домотивировать, этого еще что-нибудь. От затыкания дыр. А есть люди, которые просыпаются, лидеры. Они говорят, слушай, у меня вот такой красавчик. Как я рад, что у меня в организации, Господи. Мне когда говорят, слушай, такая редкая сволочь. Я говорю, мне этих пять сволочей в первой линии, и моя жизнь удалась. У кого у вас есть в организации редкая сволочь? Вы хотели бы пять человек в первой линии додавить? Все остальное это ваш личностный рост. Кто управляет вашим бизнесом? Оно ли вы? Собственно говоря, ну это мудрительское умышление. Вот. То есть, я понял, что мне нужно, сидя в зале, услышать того человека, кого на сцене признают. По тому качеству, которое было нужно мне. Например, по критерию, там, больше всего подписал в первую линию. Я играл в эту игру. Она не сработала ни у меня, ни у остальных людей. Я понял, что играет игра под названием «Я запустил». Там несколько веток. Две ветки, три ветки. Люди, которые зарабатывают деньги. Люди, которые развивают этот бизнес так же, как и ты, и партнеры. Я понял, в чем прелесть этого бизнеса. Дальше я думал, что нужно найти этих людей. Но оказалось, что это лотерейный билет. Найти готового лидера. И тогда были люди успешные, которые мне объяснили, как они были успешны. Я в колуарах, в перерывах на обед, в начале, в конце ловил человека, которого я подметил на сцене. Когда вы все бежите в туалет, бегите, бежите, неважно, что вы делаете, но вы уходите. Я смотрю внимательно, о чем они говорят и как они говорят. Я стараюсь поймать этого человека. Подойти к нему и задать тот вопрос, с которым я приехал на событие. По поводу того, что я буду делать, когда я вернусь. Потом я научился находить эти ответы в спонсорской вертикали. Почему? Эти ребята, они не очень заинтересованы в моем развитии. Иногда у них было время, иногда у них не было времени. А мои наставники, я говорил, я из вашей организации, там, с такого-то поколения. И я всегда искал, когда мне говорят, у меня нет спонсора, который мог бы мне передать и научить. Ребят, я не верю, потому что я знаю верхнего спонсора для большинства детей, сидящих в нас в зале, Марина Леонидовна Федоренко. Она все знает и все умеет. Вопрос, стоит ли ей вкладывать в вас время, покажите ей желание вложиться в вас. Она точно не мыслит поколениями. Она мыслит смыслом вкладываться в человека, который изображает роль жертвы. Или который показывает, что он будущий видит и в которого она уложится. И я знаю еще между Марией и вами огромное количество людей, которые знают ответы на массу вопросов. Только они не будут просто так тратить свое время. Но в наставнической вертикали всегда можно найти человека, который... Чье внимание вы можете завоевать, если правильно себя поведете. И помните у Булгакова? Никогда ничего не просите у сильных мира сего. Сами придут и дадут. Помните, нет? Да. Не помните, не почитайте, ладно. Я так говорю, по вашим взглядам, вы еще не проснулись. Есть пару человек, которые помнят. Даже ставят произведение, откуда это. Окей. Хорошо, пойдемте дальше. Для того, чтобы ответить на вопрос, на любую тему раскрыть, надо ответить на три вопроса. Что это, как это, зачем? Давайте начнем с конца. Зачем лидерство? Мы живем в удивительное время, в эпоху перемен. Нам повезло. Для кого-то это было проклятие, а я знаю по своему опыту, потому что я попал на эпоху перемен в 90-е, в сознательном возрасте. Точнее, как в сознательном возрасте. На таком прыжке, где я думал, что моя жизнь удалась. Что все уже, я схватил Бога за бороду. И я все понял. Знаете, такое состояние тюнедерства, когда взрослые не нужны, а не всего отживший материал. Будущее наше. Как это? Ну, тогда не было интернета, тогда была другая фигня. Вот. Которая мы думали, что она будет править миром. Вот. Ну, природа, технологии меняются, а природа людей не меняется. И жизнь очень быстро показала мне, что... Что мне еще много чего надо учиться. Вот. И я очень благодарен этому времени. Я понимаю, что сейчас многие из вас со мной не согласятся, но пройдет не два года. Я думаю, что больше. Вы будете очень благодарить это время, в которое вы сейчас попали. Потому что нас гораздо больше улучшат наши потери, наше нарушение ожиданий, чем то, когда мы получаем что-то. Когда один из моих командиров говорил, отчасти люди дуреют, я его не понимал. О чем он говорит? Типа, все же мы хотим счастья, все хотим радости. Почему мы отчасти дуреем? Мы дуреем отчасти. Никто не учится ни чужих ошибок, ни на своих. Поэтому нужно делать как можно больше ошибок, и станет много чего понятно. Лидер. Человек, который в мирное время не нужен. Когда все хорошо, все молодцы. Когда есть условия. А вот когда условий нет, когда не налажена работа. Знаете, у нас происходили такие удивительные вещи. Я работал в компаниях, где не было такой заботы, как у нашего руководства, заботы за офисами продаж. То есть, представляете, вы работаете в компании, у которых кроме Москвы нет офисов продаж. Вообще. То есть, а мы в Хабаровске, с Кириллом, кстати, познакомились в Хабаровске. А мы там. А офиса нет. Ближайший, куда нужно деньги отвезти, продукт взять и привезти, это Москва. Вы туда едете, и вы за первый день не можете сдать деньги. И за второй, потому что учреждите, таких, как вы, приехавших из региона. Вы стоите 7 дней на улице, зимой и летом, одним цветом. Без туалета в офисе. Они не открывают офис для дистрибьюторов. Туалет. Туда можно зайти, отдать деньги, взять продукт и выйти через другую дверь. Через другую. Но разумеется в прошлом. Вы просто увлечены руководством компании, поэтому я и рассказывал. Я работал в компании, в которой этот опыт позволил мне ценить то, что вы имеете. И то, как вы к этому относитесь. Простая мелочь, туалет в офисе. Я каждый раз, когда за город захожу, я благодарю компанию. Потому что такой туалет, хрен какой гостиницу найдешь, в пятизвездочной в Америке. Да, вот есть люди, которые в мире в Америке, в пятизвездочных или во Франции, в пятизвездных. И знают, что наши туалеты лучшие туалеты в Европе. Вот. И это не шутка, между прочим. Я всегда прикалываюсь по этому поводу. Внутри себя. Но мне внутри разливается чувство благодарности. Вот. Мелочь отрияла. А вот, я бы, если честно, контракт и подписывал бы в туалете. Что там, обычные столы. А вот туалет у нас, это отдельная история. Вот. Поэтому. Савчик. Я сейчас был в Азбекистане, там мы ездили на родину жены. И не одежавил. У нас даже сапог в Азбекистане совпадает с московским офисом. Представляете? Как зашел в прогресс серьезно? Логистика. Доставила. Вот. Ладно. Это дело не относится по поводу лидерства. Еще раз. Смотрите. Лидер. Зачем? Тяжелые времена. Это то, на что опирается любая структура. Она опирается на лидеров. Почему? Это люди нелогичного мышления. Они нездравого смысла. И возвращаемся в что? Вопрос, что такое лидер? Лидер – человек, который руководствуется целями. С точки зрения психологии, философии и всего остального прочего, что вы знаете, читаете, изучаете, это мутанты. И чему их в меньшинство. Основная масса людей воспитывает всех здравомыслящие, логичные, аналитичные люди. А теперь представьте, что вам надо создавать то, чего нет в прошлом. Новые вещи, которых не было. Чем вам нужно руководствоваться? Вот смотрите. Вы пришли в индустрию архитектуры, вы смотрите на опыт других архитекторов, компонуете из разных кусочков и говорите, вот это новое слово в архитектуре, которое на самом деле из себя сочетает кусочками того, что было до вас. То есть у вас кто-то… То есть вы разобрали лего не до конца, не до кубика. И собрали из этого лего новый дом. В котором угадываются куски прошлого. А есть люди прорывные, которые полностью разобрали лего, а может быть и не лего. И они создают из того, чего даже в прошлом не было, создают новое. И так развивается человечество. Либо микроскопическими шажками, собирая из прошлого что-то типа новое, либо революционные прорывы делаются. Как они делаются людьми? Людьми, которые заточены на цели. Ну и что? Не из чего я буду делать, а что я буду делать. Лидер, у него есть два главных вопроса в жизни. Ради чего и с кем. Если вы послушаете людей, которые выступают, мастер свои, они рассказывают как и с помощью чего. Потребитель может родить потребителя. Дистрибьютор, дистрибьютор. Дистрибьютор лидера не родит. Если вы помните пасть не из зуба, когда лисица хваталась львице по поводу того, что она рожает много котят. Ну и щенков, кого она там рожает. Они из собачьих, по-моему. Да. На что львица ей сказала, зато я рожаю льва. Количество подписанных людей и количество запущенных людей. Короче, лидер – это человек, который нужен в тяжелое время, потому что меняются ориентиры, меняются ценности, и он очень важен в тяжелые времена. В мирное время он практически не заметен. Когда все хорошо, он особо не нужен. Где еще лидер проявляется? В масштабировании. На самом деле, у нас не происходит 5, 25, 125. Геометрическая прогрессия не работает, если честно. Работает арифметически. И работает она через людей, влияние через лидеров. И сколько бы вы потребителям не помогали, сколько бы у вас не было этих потребителей, всех вас волнуют так называемые лидеры, которые работают автономно. Почему? Ему самому это надо, и он сам готов этому учиться, в него не надо впихивать. И таких людей готовых практически нереально найти. Они уже чем-то заняты. Их надо научиться воспитывать. Для меня лидеры – это соль земли. Это то, с чего двигается человечество в любой сфере деятельности. Ну, кроме того, что-то оно от Бога – рисовать, сочинять музыку, писать стихи. И все остальное – это лидер. Человек, который руководствуется целью. Он одержимый. Слово не очень хорошее, правильно? То есть для него главным приоритетом является цель. И мы подходим к вопросу фокусировки. Простым языком. Если вы не на сто процентов в бизнесе, то вряд ли вам удастся получить быстрые, серьезные результаты, тем более масштабируемые. То есть на вас вряд ли придет лидер. Сейчас любого из вас вытащить и сказать, представьтесь, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Вот хотите, проведем эксперимент? Кто готов? Давай солнце. Можно еще одно солнце. Можно еще одно. Тут много солнца. У нас много классных людей. Чудесных, замечательных. Сейчас еще выйдет красивая девушка. Я вот тут вообще дар я еще потеряю. Мало того, что голос хриплый. Чем больше ни одной из смелых девчонки. А он еще одна смелая. Пацаны смелые. Берем пальцы. Обычная история в России. Вот. Так. Здорово очень. Ясно, предпринимательство и мышление. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Всем добрый день. Меня зовут Дарья Орлова. Я основатель федеральной сети массажных студий Дарбин. За последние два года мы открыли 42 года по России. И сегодня, вот уже полгода, я развиваю компанию Коралллаб в рамках своей компании Тандари. Смотрите, какая новость для Эрика. Я даже думаю, он пришел не зря. Он думал, кто развивает эту компанию? Вот он развивает эту компанию. Собрый день. Так, хорошо. Спасибо большое. Всем привет. Я Мария Лидива Золотова, директор Кораллового клуба. И в данный момент я занимаюсь именно развитием сети, своей сети в Коралловом клубе. Я профессиональный маркетолог. Я 10 лет занимаюсь маркетингом, интернет-маркетингом. И именно вот этот навык помогает сейчас мне и моей команде развивать потребителей, искать потребителей именно через онлайн-маркетинг. И делать это именно профессионально. Использовать полностью всю цепочку интернет-маркетинга. Здравствуйте. Спасибо большое. Здравствуйте. Я Оксана Пронина. Я фитнес-тренер. Когда Коралл пришел в мою жизнь, я ушла из офлайн в онлайн. Моя цель это жить, а не существовать. Поэтому я здесь. Спасибо. 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 Да, это Карина. Вот как здесь должен быть правильный ход. Она блогерщик. Она с это. С значком? Да. Карина. Паминчук. Из Сочи. Добрый день. Я Карина Алмаз-Паминчук. Дабы серебряный мастер компании. Развиваю свою структуру и свое мышление. Нет. Всем привет. Меня зовут Мусаева Вера. Я изумрудный директор. И с компанией Коралл Клаб я знакома с детства. Потому что моя бабушка и дедушка занимаются в этом плотную. И также я. Но при этом я еще преподаватель детской живописи в творческой студии. Но это как хобби. Я занимаюсь созданием семейного клана и изменением статуса рода. Используя такую замечательную компанию. Самый лучший инструмент, который я для себя нашел. Компанию Коралловый клуб. Спасибо. Спасибо. Я понял. За использование компании. Мало того, что он сегодня узнал, что мы управляем компанией. Он еще узнал о том, что мы ее используем. Бессовестным образом. Обязательно. Не будем. Нет. Совестным. Совестным. Все хорошо. Это была шутка юмора. Спасибо вам огромное. Присаживайтесь, пожалуйста. Ребят, на самом деле, по вашему аппетитам, потому что это лидерская реакция. Вы там сидите. Они не побоялись всех тех страхов, которые поле с половиной рассказывали. Желание выйти у них было намного выше, чем их страхи. В страхе всегда есть вопрос управления. То есть найти страх больше, чем существующий страх. Как нас учили в авиации. Если страх. Там, не знаю. Не взлететь. Как у нас шутили по этому поводу. Летать любишь взлететь. Взлетишь. Жить захочешь, сядешь. То есть что-то должно быть больше какого-то страха. Смотрите, ребята. Ребята сразу по ним чувствуются, во-первых. Они лидеры. Они четко заявляют о том, что интересно им. И в традиционном бизнесе все эти вещи прокатывают. Это правильная реакция. Абсолютно правильная реакция. В традиционном бизнесе. Сетевое мышление. Оно немножко другое. Вопрос в том, что каждый из них говорит, а где моя реализация? Вот я их собеседник, я кандидат на партнерство. А я что сделаю вместе с ним? Вот они такие классные, чудесные. Вот скажите, пожалуйста. Я там где? Где моя реализация? Вы там лидеры. Вы все правильно выдали по поводу себя. Но вы по сетевому не докрутили. Вы не показали реализацию меня. Ну, например, вы говорите, я хочу построить храм. Я говорю, я рад за вас, а я здесь причем. Я супер в чем-то верю. А я здесь причем. Ну, вы-то супер, а я с вами кем стану? От странной газы барабанщик. Кем я буду? Поэтому вам нужны формулировки, в которые бы включалась реализация. Я хочу построить, я хочу стать лидером команды долларовых миллионеров. Мне нужны ребята, которые хотят стать долларовыми миллионерами. Ну, к примеру. Сейчас просто то, что в голову пришло. Итак, мы приходим в очень интересное время, и в это время очень важна ценность лидеров. В нашем бизнесе она самая важная. Скорость масштабируется, определяется лидерами. Мы очень много уделяем времени продукту и бизнесу. И не уделяем времени тому, как сделать обычным человека лидером. Я вчера смотрел на выступающих. Та же самая история, что и сегодня. Вот сейчас вот лидеры, они говорят о себе. И там нету никакого места. Знаете, у Шманецкого было такое выражение. Погружена в себя настолько, что то другое уже туда не помещается. Понятная мысль? Да. Нет там других людей. Нет там бэртабирования. Нет там местных человеку, который мог бы реализоваться. Если вам нужен лидер, а вы лидер, то где вы говорите, я дерево крутое, а ты маленький росток, сможешь вырасти под моей кроной, ты получишь солнце, ты получишь полезные вещества. А вы говорите, я охрененное дерево, хрен ты что получишь, понял? И я вот такое дерево, я еще воду заберу, я еще солнце заберу, я еще заберу всех тех, внимание всех тех людей, которые кучи у них там, и хрен ты вырастешь домой. Примерно понятная аналогия? Загидин говорит хорошо. Как я вам сказал, человек обержимый цель. Он решение принимает, исходя из цели, что служит достижению цели, а не из обстоятельств. Чаще всего лидеры делятся на два типа. Это голова банды, это люди, сражающиеся за власть. И голова команды, кого интересует реализация идеи. Это разное поведение. В мире редко встречаются команды. Очень редко. Это колоссальная ценность. Основная масса людей сражается за власть. Принцип построения команды, у них принцип банды. Нужно быть круче. То есть нужно быть львом. Давайте так, лев не самая главная кошка. Самая большая кошка. И самая сильная, к сожалению, не лев, если брать по животному. Это тигр. Вот вам нужно быть тигром, а остальные все там кошки разного уровня. Кто-то домашняя кошка, кто-то дембард, кто-то лев. Лев ленивый, как вы знаете, нифига не охотится. Вот в принципе у нас прай. У нас только самки охотятся, правильно? Мужки. А мы лежим и спим. Если нам самки еду не добыли, то мы сами не побежим, правильно? Что там бегать? Он шесть шестого. Придет женщина, да будет нам какой-нибудь достойный. Значит, ребен. Это дунь, не знаю, что ли. Ну вот. Дунь октябрь, где-то маябрь, а маябрь. Возвращаемся. Нет, я не ответил. Я задавалась. Очень важная вещь, а понимаете, как интересно. Мы нуждаемся в лидерах, в людях, которые будут масштабировать наш бизнес. А когда нам такой человек попадает, мы его немножко уводим не туда. Мы его загружаем продуктом и бизнесом. А не то, каким ему надо стать. И мало кто понимает, как, что делать с человеком, чтобы он таким стал. Чтобы он стал лидером. Его убивают лидеры еще на уровне рандемут. У американцев есть даже такое выражение, причем грубо, если на русский перевести, они называют «забросать кандидата в лидеры дерьмом». Ну так и говорят. Знаете, как это звучит? Что такое забросать будущего лидера дерьмом? Позвать его в бизнес. Как только вы зовете, приглашаете. Все. Вы зовете, вы проиграли. Это же вам надо. Вы же зовете. Это же не его желание. Это же ваше желание. Вы его подпишите, но он не будет лидером. Он будет тусовщик. Потому что это вам было надо. Поэтому самовыражение «позвать, пригласить в бизнес» – оно порочно с точки зрения перспектив создания лидера. Вот поэтому на бизнес просто приглашаем. Но это отдельная история. А много таких у нас времени не хватит только разговаривать. Это кто сказал? Вам лишь бы не рулить, что ли? Подписывать нужно перестать. Если вы хотите лидеров подписывать. Это вообще неправильное слово. Дело-то не в подписи. Еще раз говорю. Мерить количеством рожденных щенков. Мало родить львенка. Надо его воспитать. Нам надо, чтобы человек понял, что это он предприниматель. Вот смотрите, у нас событие. И ребята, компания старается как можно больше сделать нам. Это здорово, здорово. А с точки зрения лидерства это плохо. Подготовка спикеров компании – это хорошо? Для слабых людей – хорошо. А для сил, чтобы человека сделать силым и ответственным. Ну как с детьми, если вы все будете делать за ребенка? Когда он станет самостоятельным? Когда он научится отвечать за свои поступки и дела? Никогда. Никогда. От тех пор, пока вы будете писать все те, кто своих спичек. И будете их писать, потому что царь сказала руководству. И никогда лидерами не станете. Потому что вы будете рядом, как написать. А не что будет с людьми, которые выйдут из этого зала, ваши люди. С чем они уйдут? Лидерство определяется. Я вам сказал, это цель. С какими целями они уйдут? Им события понравятся. Мы всегда делаем добрые, хорошие события. Да, мы можем не сказать, что надо делать. Это можно получить у того человека, кто добился успеха, к нему можно подойти в кулуар. Можно найти спонсора, написать ему и скажи, расскажи мне, что он мне сегодня делает. Что он мне делает в течение этого месяца, чтобы я вырос. Но по характеру, пока вы не поймете, ребята, что это ваш бизнес. Ваш, не компания. Это ваш товарооборот и ваша выручка. Это мышление наемного работника и мышление предпринимателя. На кого работают деревья, не грабят? На кого? Можно и так сказать абсолютно верно. Потому что мы в одной связке. Успех, моя любовь к компании должна выражаться в росте компании. В чем меряете? В удавах? Попугай. В любви. Давайте простая вещь. Деньги есть показатель эффективности за отчетный период. Я вам цитирую дословно из учебника по финансовому менеджменту. Насколько вырос ваш чек? Настолько выросла ваша любовь к компании? Написали, все записали. Чтобы потом не подходили ко мне и не спрашивали все. И почему ты не любишь компанию так, как мы ее любим? У меня были такие заходы, до сих пор продолжаются. Почему ты не любишь так театр, как мы его любим? Ну, наверное, потому что я не артист. Да, нам учиться правильно эти вещи понимать. Мы предприниматели. Независимые предприниматели. Не дистрибьюторы, не какой-либо, тристрибьюторы. Мы независимые предприниматели. В разных странах по-разному формулировки частные предприниматели, индивидуальные предприниматели. Это ваш бизнес и ваша ответственность. Когда вы кого-то приглашаете, вы берете ответственность за этого человека. Если вы живете какое-то время, вы должны понять, научить можно того, кто хочет научиться. То есть вам нужно отбирать не тех, кого вы можете подписать, а тех, кто хочет развиться вместе с вами. Хочет реализоваться здесь. И тогда, да, я могу показать, какими здесь можно стать и все остальное прочее. Лидер меряется, есть такая характеристика, мощность лидера. Из чего она состоит? Три параметра. Первый параметр, так называемое лидерское мышление. Как оно воспитывается? Постоянными обсуждениями. Каждый божий день, напишите, КПД. Там не вопрос количества, там вопрос регулярности. Каждый божий день разбирать по человеку, с чем он сталкивается. Лидер и не лидер смотрят на жизнь совершенно по-разному. Большинство людей смотрят через здравый смысл. Лидер смотрят через цель. Лидерское мышление, не юридское мышление. Человек говорит, продукт дорогой. Отличное мнение. Ты столкнулся, человек говорит, тебе продукт дорогой. Твой ответ каким был? Каким был твой ответ? Как бы ответил лидер и как бы ответил дистрибьютор? Я могу по себе сказать, я не работаю с возражениями. Я не работаю. Школа, тренинг, работа с возражениями, она может быть внутри дистрибьюторов для их уверенности. Но как только у меня человек на собеседовании говорит какую-то вещь, для меня возражение, до свидания. Мне даже отвечать не будет. Это отбор. Это его точка зрения. Я не могу поменять точку зрения. Это не моя работа. Я не тренер по МЛП. Я не манипулятор. Я ищу людей, которым надо то, что есть у меня. Я этих людей ищу, а не тех, на кого я могу повлиять, запугать, мотивнуть и все остальное прочее. Я отбираю. В том числе и клиентов. Потребителей отбираю. Я их тоже отбираю. У меня есть условия. Если он хочет водичку купить, я не буду с ним работать. Потому что я ничего не продаю. Это не моя работа. Не моя. Вообще не моя работа. Я не продавец. Как это с миру, по нитке, голову, рубашка? Это ж не моя тема. И когда мне рассказывают Люсей, ну не все ж люди могут, значит им не надо. Так надо же ему объяснить. Не надо. Это не моя работа объяснять. Моя работа. Я сижу на конвейере, едут яблоки. Мне хорошие в одну сторону, плохие в другую. Если едут яблоки с червоточинкой, и я потрачу время, расковыривая, вытаскивая червячков, проедут 2-3 хороших яблока, которым это надо. Все очень просто. Вы взяли несколько колод карт, пометили одну там биковую даму крестиком, бросили все карты, рубашки вверх. Вышли мы все. И на скорость, кто найдет биковую даму, из всех биковых дам, там 2-3 колода, 5-10-20 на каждой из нас по колоде, помечена одна крестик. Вот моя работа, найти эту биковую даму с крестиком. Все тело будет в скорости. А у вас все тело взяли. Ух ты же биковая дама. Ты блин, почему без крестика? Оля, ты грамотно объясни, ты биковая даме, что она с крестиком должна быть. Ты же мастодонт. Ты же сейчас ей объяснишь, а она с крестиком будет. Вот этим все и занимается. А потом рассказывают, что Лукойну повезло. Повезло. Потому что я не заботюсь о этих вещах. Не тратюсь и больше. Первое, это постоянно разговаривать с человеком и не принимать за него решение. Объяснять, смотри, есть мышление дистрибьютора или обычного человека, есть мышление лидера. Как тебе поступать, это твое решение. Если ты выберешь решение дистрибьютора, ты получишь дистрибьюторский результат. Но выбор твой. Не принимать решение за людей. И постоянно разбирать каждый Божий день. Все его общения, все его взгляды на разные ситуации. Можете с детьми, можете с организацией. Второй принцип лидера. Что меряется мощность лидера. Это так называемый эмоциональный интеллект. Олечка уже об этом говорила по поводу кома-сапиенсов. К сожалению, гомо-сапиенсом нам надо стать. Мы не сапиенсы по поводу разумности. Мы гомо-сапиенсы. Мы гомо-сапиенсы. Не знаю, как по-латыни будет эмоционариусы какие-то. Мы поступаем из-за наших эмоций. И поэтому эмоциональный интеллект сначала понимать свои чувства, свои поступки. Потом начать понимать поступки, эмоции других людей. Потом научиться управлять своими эмоциями. Короче, есть куча материалов по эмоциональному интеллекту. Читайте, изучайте. Это очень важная вещь. Потому что именно это правит людьми. Не ваше знание, а ваше состояние. Если вы хотите с людьми общаться, очень важно не что вы знаете, а что вы чувствуете. Момент следующий. Командность. Какую команду вы собираете? Я слышу, я вижу надпись и слышу музыку. Все нормально? Я заканчиваю. Командность. Это свойство людей, понимающих смысл жизни. Что проблему сообща решать проще. Но нужно собирать людей не слабее себя. Как минимум равных, а лучше сильнее себя. Я не перестану вам рассказывать. В свое время при поездке в Тибет, в аэропорту. Я увидел надписи почему-то. Я решил спросить. Знаете, в аэропорту уйдешь кучу рекламных таких. Тем более тибетский язык, если кто-то его видел. Ну, короче. Я почему-то спросил. Я говорю, что здесь написано? Девочка у нас была. Тибетка, она говорит, здесь написано. Человек минус эко равно Бог. Вот. Командность. Кого вы собираете? Это люди, для которых вы гуру. И из-за которых они вместе понимают, что вместе они будут реализоваться. Гуру – интересная тема, как личный бренд в обычной жизни. В сетевом это проигрыш. Нам нужно очень много людей, каждый из которых не гуру. Каждый из которых может делать простые вещи. Разговаривать только с теми, кому что-то надо. Потому что это не наш бизнес, не наша политика, не наша концепция. Мы никуда не зовем. Мне говорит Алексей, почему ты не приходил? Как-то. Короче. Собрали сетевики. Они говорят, слушайте, нас обзывают секты. Отекдот такой. Он жизненный просто очень. В завершении нас обзывают секты. Мы же не секты. При этом нам можно поработать со вселенной. Чтобы нас не шагали секты. Давайте мы будем обниматься. Обнимемся. Возьмемся за руки, будем раскачиваться и говорить. Мы не секта. Мы не секта. Мы не секта. И мы не будем секты. Что-то вы не смеетесь. Я к чему все эти вещи хотел бы вам рассказать и объяснить. В это время первое. Любой из вас может стать тем человеком, которым он хочет стать. Моя самая благодарность большая этому бизнесу. И в частности, Коралл Клаб не за то, сколько я зарабатываю, а за то, какими я здесь становлюсь. Здесь есть очень много моментов, которые позволили мне вырасти, понять многие вещи. Потому что они не происходили так, как я хочу. Для меня до сих пор в Коралл есть привлекательная история. Построить бизнес по-доброму. Не за продажу денег. Не за продажу вообще чего-либо всем. То, как Коралл его и строит, собирая людей, которым резонирует система ценностей. Вот эта атмосфера. Единственное, что я хотел бы немножко раздвинуть эту атмосферу. И кроме атмосферы тусовщиков, я бы хотел сюда включить атмосферу лидеров. Знаете, что такое атмосфера лидеров? Вчера был день полный очень полезных вещей. Но сидящие в зале люди изображали из себя таких уставших жизнью людей. Все то, что я говорил, можно делать только в одной ситуации. В энергии. Энергия – это отдельная история. Вот этот вопрос, как я так и не рассказал вам. Я рассказал вам, в чем мирится лидер в мощности, зачем он нужен. А как делается лидер, я вам не рассказал. И это правильно.